всем всем привет сегодня такой краткий недолгий будет эфир по красной шапочке пару слов о том когда и как создалась девочка мы делали ее в прошлом году в декабре на мастер классе по тиффани мастер-класс назывался тиффани личико сделано с помощью молда тиффани и для своей малышки еще в процессе проведения мастер-класса я выбрала образ красной шапочки потому что мне вообще нравится эта героиня у меня выходит четыре любимые сказочные девочки это первое место алиса белоснежка красная шапочка и русалочка я конечно русалку еще не делала потому что хочу сделать из нее что-то очень необычное волшебное прозрачное и пока я не знаю каким образом какими методами этого добиваться поэтому можно сказать мы соли вот эти три образа красной шапочки белоснежки и алисы так что касается девочки ростом она просто 24 сантиметра съемные туфельки съемные носочки единственное что на мастер-классе мы делали красные туфельки с завязочками тогда я поняла что многие девчонок будут и были проблемы с магнитами поэтому я изначально хотела конечно делать тоже туфельки на магнитах но потом пообщавшись пообщавшись девчонками с мастер-класса все-таки пришла к решению и мы делали красные туфельки на завязочках потому что завязочки есть абсолютно всех их сложно найти в отличие от магнитов но для будущего покупателя конечно я сделала другие туфельки на магнитах так как считаю магнитную застежку более удобной потому что когда я завязывала те красные туфлики вообще я сначала хотела их оставить они мне очень нравились но завязочки там тоненькие маленькие их честно даже мне проблематично завязывать так чтобы это было красиво и конечно я бы не хотела чтобы в дальнейшем коллекционер ну в каком-то смысле мучился хорошо если я завяжу аккуратненько да и девочка постояла в витрине не переодевалась тогда вопросов не было бы из если бы обувь тоже была несъемная вопросов бы не было бантики там завязал подклеил все красиво шикарно никто не мучается юбочка у девочки тоже съемная я хотела сделать что так чтобы это был полноценный комплект поэтому сделала выполнила комбинезон и отшила потом юбочку из одной и той же ткани также у малышки есть основной аутфит нет основной платье и я сейчас его примерю но вчера вечером я играла ей переодевала и поняла что ей просто необходимо еще одно платье сейчас вам покажу и я думаю вы меня поддержите что второе платье вот синенькое сейчас покажу уже будет очень здорово смотреться на девочки этой и дополнять образ эту ткань вы уже видели она кстати многим полюбилась такое же платье с такой за тканем было у эклерчик и мне кажется дополнительный наряд этой малышки очень подойдет учитывая то что это синяя ткань здорово смотрится с красной накидочкой про красную накидку я сейчас немного расскажу и вот такой фарточек конечно же есть мне показалось что второе платье будет здорово вписываться в образ красной шапочки ну разнообразит цветовую гамму так как я остановилась основном на ванильном красном и таком белом цвете который разбавляет и освежает общую цветовую гамму и вот это синяя платье как мне кажется и я думаю что вам тоже очень здорово подходит под образ красной шапочки учитывая то что у меня как раз таки остался небольшой кусочек уже отошью и это будет последняя платье что ткани там как раз на одно платье комбинезон накидку она сшита из искусственной замши потому что я очень очень давно хотела сшить красные шапочки это вообще на самом деле моя по моему третья красная шапочка одна живет в америке вторая стала здесь и в россии коллекционера маргариты вот и почему-то мой капюшончик у накидочек всегда вот так вот выглядел и создавая эскиз этой красной шапочки и еще до того как-то мы на на мастер-классах выбирали образ куклы которые будем делать я делала там эскизы и прорисовала такой колпачок который еще отсылает к вот этим гномикам очень милым каким-то феям и в общем я в принципе хотела чтобы получился такой конусообразной конусообразной формы но не была уверена что получится в общем после эфира я примеряла у нее была в полном восторге все вам покажу так как именно такой конусообразный колпачок очень идет вот личику липным волосам красные шапочки и сейчас я вам сниму мне очень нравится как он выглядит в съемном виде вот эти с такими тоненькими веревочками очень учиться приходится так сейчас девчонки вот сегодня я постараюсь поделать фотографии в нарядах всех с подставкой про подставку сейчас подставку тоже покажу невероятно подходит ей накидочка думаю тут дело в том все вот этой потрясающей ткани на ощупь она очень мягкая пластичная но при этом потрясающе держит форму потому что до этого я отшивала такие накидки из бархата видимо он был такой довольно тяжеленький и так вот прогибался в общем я в восторге наконец-то у меня получилась такая накидочка которую я хотела но и она так здорово по очертанию подходит к лепным волосам а кстати у тиффани на мастер-классе мы делали лепные волосы но также рассматривали настоящие волосы как у эклерчика и я конечно признаю то что лепные ой настоящие волосы позволяют больше взаимодействовать с куклой заплетать еда примеряйте разные головной убор но моя любовь и мне кажется очень здорово именно держит образ кукол тиффани это лепные волосы потому что они становятся для меня такими особенными уникальными и вообще свою первую тиффани я она изначально была с лепными волосики поэтому опять же лепные волосы позволяют делать практически любую короткую прическу потому что так бы волосы из настоящий волос я бы так конечно никогда в жизни бы не вложила либо мне пришлось бы думаю очень сильно лачить или покрывать лаком что тоже не очень хорошо так как если с куклой долго играть прическа просто деформировалась в общем я ни ни разу не пожалела что выбрала все таки лепные волосы для туфелька падает для именно образа красной шапочки кстати прическа изначально была другая потом на мастер-классе походу я показала десенка как можно изменить потому что тоже в процессе лепки я обдумывала дальнейший образ поняла что такие завитушечки будут более выигрышно смотреться в образе этой девочки да и посмотрите как лежит шикарный капюшон не нужно никаких дополнительных манипуляций не надо ничего сжимать просто обалденно по плечикам и опять же я вот в полной фарточек дополняет образ часы его в одну туфельку прям постоянно падает так ну и не буду пока завязывать фарточек но опять же такой многослойный наряд получается можно эту юбочку убрать и тогда это платьишко будет такое коротенькое прям настоящий как у маленькой девочки образ конечно же завершает корзинка я всем предыдущим красным шапочком тоже их вязала мне показалось это очень быстро удобно и так как у меня нет коричневых коричневых ниток конечно я их просто потом корзинку перекрасила в корзине я хотела делать цветы даже уже сделала но мне не понравилось как здесь получается каждого же если сейчас цветочки на доме где-то здесь были либо я взяла их слишком большими во всем от 10 цветами я пока решила отказаться и буду делать ей баночку клубничным джемом чтобы она здесь выглядывала из корзиночки также в комплекте у девочки идет кукла и вот еще хотела на что обратить внимание все предыдущие тифани у меня были с прямыми опущенными ручками на мастер-классе я приняла решение попробовать сделать загнутую ручку мне эта идея понравилась я даже видела что многие девочки тоже что туфли постоянно сегодня спадывают с ножек у таких пока совсем сниму путь очень как мне кажется было удачное решение так как малышка может держать куклу тоже опять же какой-то букетик вот и так как она здорово уверенно сидит ее можно посадить на полочку или устроить ее такую фотосессию как будто она сидит пьет чай и ну держит мишку зайку да или просто куклу можно даже букетик также я не смогла оставить девочку без вкусной прозрачной карамельки и дополняет образ вот такой веночек мне очень нравится как он смотрится на голове мне кажется это необычно для образа красной шапочки но тем не менее он не выбивается наоборот создает такую целостность образа на мастер-классах мы конечно вставляли магнитики но я сразу сказала что заячьи ушки немножко к этому образу не в тему но красная шапочка заячьи уши это уже какой-то такой психоз когда ты добавляешь заячьи уши ко всему чему не нужно поэтому я сразу сказала что ушек у нее не будет но какое-то украшение на голову хотелось и я сделала ей вот такой венок ну собственно на фото которое вчера выложила вы его уже могли видеть пирожки где я уже честно не стала настолько заморачиваться чтобы лепить пирожки скорее всего да как я уже сказала сделаю сюда либо одну либо две баночки с вареньем может мне отдастся сделать маленькие цветочки сейчас у меня совершенно нет никаких пластиковых или из другого материала цветочков но я бы хотела сюда наверно как-то небольшие цветы поэтому у меня еще есть время на доработку и вполне возможно все таки я найду те самые маленькие цветочки которые выглядывали бы из корзинки или можно дать ей в руку возможно для фотосессии я буду конечно ты сейчас не держишься так же она бы же венок здесь положу рядышком пока я играла он никогда не падал он даже в эфире я когда снова показывала все отлично держалось это что касается нарядов и у нее же готов дом подставка единственное что как она здесь выглядит вы уже увидите на готовых на фотографиях не получать видите но домик не влезает в кадр полностью поэтому сделан из картона и из бумаги моего авторства у домика тоже такая очень интересная история видимо он был предназначен именно для красной шапочки дом я делала год назад для бумажной куклы сейчас я так вот представлю единственное что да она немножко как бы лежит некорректненько но по факту оказалось что этот дом предназначался именно ей и в нем в этом домике красная шапочка будет обитать также здесь будут различные аксессуары и вот эта подставка она предполагает что красная шапочка будет стоять рядом с домиком потому что в домике она очень уверенно стоит и без подставки опираясь на шторку стену поэтому можно здесь и играть по-разному поставить или посадить тоже здорово она будет смотреться я вчера тут играла с ней полдня рядышком куколки куколок разложить корзинки поставить даже какие-то растения можно вырезать из бумаги и будет законченная цельная композиция также в наборе с красной шапочкой будет идти вот такой бумажный указатель он очень здорово вписывается сюда и можно его расставлять любой стороны но опять же это все для того чтобы коллекционер кукол потом мог поиграть с ней по-разному использовать аксессуары не создать уже свою собственную уникальную историю историю мы с вами упрощаемся до следующих эфиров вот и желаю всем приятного творчества творите получайте удовольствие и увидимся в следующих эфирах всем пока пока